Ну что, здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены. Приветствую всех, кто любит футбол в этот солнечный день, в этот день, в котором в нашей стране празднуют, помимо всех прочих незначимых событий, или незначимых, да, день космонавтики. И, собственно говоря, сейчас здесь, на стадионе, Спартаковец в гостеприимном, уютном, как всегда, на бумаге являющемся фаворитом. Ну и со стартом свистом арбитра, который распределяется, ну, как футболистик все оранжевым, в своей оранжевой униформе, да, мы начинаем. Створ ворот, возможно, куда-то на 11 метров, да, так и есть удар! Это было очень опасно, друзья мои. Уже говорили мы о том, что 4-4-2, эта формация, которая позволяет много игроков в обороне держать, но есть момент! И-и-и! Обработка со смещением сразу в касание, ну, ошибка, да, это понятно. Сейчас будет трудно, и-и-и! Вот она, эта ошибка приводит к результату. Опять упустили десяточку соперника, он накатывает в центр штрафной вторым темпом, что называется, после ошибки соперника, и хорошим четким ударом расстреливает голкингера. На мысках, что называется, да, без полной стопы. То есть ты готов взорваться. Но в обороне, конечно, по-прежнему есть вопросы. Так, 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 вдвоем. И дальний есть, дальний фланг есть. Видит или не видит, интересно. Убирает, с левой бей уже. Хорош, хорош, нормально было. Вторым темпом. Здорово. Удар. Не случилось. Не случилось. Есть, есть, есть свободный на дальние бровочки. Сейта Угарахоев получает. Посмотрим. Видно ли, он подправы убирает и бьет, да. Но то, о чем я говорил, с двух ног работает. Если ты кто-то подзабыл, не знал, там пустил из виду, обратите внимание, что весь состав команды Ходек, когда молодые парки, ротичь летается, разворачиваешься шире, и опять пошел по сверхам. Ну вот то, о чем я говорю. Что же с Голышевым-то никак, кто персонально не начнет работать. Отлично, вот здесь хорошо. И дальняя, дальняя открыта, дальняя открыта. Нет, не видит. Пошел обыгрывать. Ой-ой-ой. Так. Ну это шанс, делай. Бум! В самую девятку. Вот так вот. Поймали на ошибки соперника. Ну уже сейчас он готов бороться. Со многими соперниками. Плечо-плечо. Крупный, высокий, мощный парень. Ох, какая атака. Да, ну как всегда. Есть у меня аналитика, согласны? Нет, друзья мои. Сколько я толдычил про то, что Голышева будете выдержать, ребятки, или нет? Я этого не очень понял. Вот тебе и, пожалуйста, финишная прямая. Зачем эта пятка в центре поля? Да. Забивает Вячеслав Шакир в быстрый отрыв, наказывая за ошибку в центре поля оборону и полузащиту соперника. И это конечная станция для Родины, к сожалению. Артур Кирюков исполнил самый полдик. Девятка вводящий удар. Все четко было. Создавали моменты. Их тоже было много на три мяча. Так уж точно насоздавали на два. В первом тайме, может быть, на два. Рука была? Нет, не было. Ладно, него так не было. А здесь еще и финальти. Ну, друзья мои, не буду ничего комментировать. Большой разбег, удар, гол. Все четко, плотно в левый от себя угол. Четыре. Четыре. Гола забивает Росич. Это была славная битва. Практически до финальных минут у хозяев все были шансы. И так и не исключительно. А результат нам не исключительно.